Напоминаю, этот канал не коммерческий и нуждается в вашей поддержке, денежно-информационной и технической. Так как канал теперь под постоянными санкциями разной степени тяжести, подпишитесь на резервные ресурсы. Все данные в инфобоксе под любым видео. Спасибо всем откликнувшимся. В поезде женщина ела копченых карасей. Статья ВК за 5 марта 2021 года. Они очень вкусно пахли, эти караси горячего копчения. Она сидела у окна и закусывала карасями. Их много было. А усатый мужчина смотрел на карасей и слюнки у него текли. Он немножко на кота походил, на худенького кота, а дама на упитанную приятную кошечку. И этот мужчина не выдержал и попросил, можно мне попробовать кусочек рыбки. И дама оторвалась от очищенного карасика. Она их на газетке аккуратно чистила и воскликнула. Конечно, конечно, берите. Вот этот самый жирненький, самый вкусный. И простите меня, я не угостила. Эта женщина была добрая и щедрая. Просто она ехала в тревоге и тоске. Она рассталась с одним человеком. И ела, не ощущая вкуса, эту рыбу, которую в торопях купила на своей станции. Газету купила и рыбу. Ела без хлеба, есть-то надо. И едва сдерживала слезы. Ничего вокруг не замечала. И мужчине дали рыбы. А он хлеб достал и пирожки стал угощать. И они стали чай пить из стаканов с подстаканниками. И заговорили. И стало полегче. Хорошо стало. Хотя можно обвинить женщину, зачем она не догадалась угостить дяденьку. Или дяденьку обвинить. Зачем он унизился и попросил. Это неприлично. А это просто жизнь. Просто отношения. Иногда люди просто не видят и не замечают друг друга. У всех полно проблем и переживаний. Им можно заговорить, угостить, попросить кусочек или сказать что-то хорошее. Просто сказать, я здесь. Вступить в общение. А женщина-кошечка с усатым мужчиной так и ехали мирно и негромко беседовали. И все было хорошо, правильно. Как и должно быть между людьми. Анна Кирьянова. В поезде женщина ела копченых карасей. В поезде женщина-кошечка с усатым мужчиной.